Какое фокусное расстояние приходит на ум, когда речь заходит о портретной фотографии? Если в вашем арсенале линейка стекол, покрывающая все фокусные расстояния, рука сама потянется за 50 или за 85-миллиметровым объективом. Логично, ведь нам всегда вдалбливали, что именно они являются классическими портретными стеклами. Так оно и есть, если мы мыслим в рамках старой школы. Но, к счастью, фотография не математика, хоть она и математична. И в ней нет правил, хоть мы и придерживаемся фундаментальной доктрины красоты. Важно помнить, что портрет — это не только фотография человека на паспорт, а нечто большее, свободное и смелое, способное раскрыть себя на любые фокусные расстояния. Привет, YouTube! Меня зовут Максим Густарев, и я фотограф. И я снимаю портреты, и мое любимое фокусное расстояние — это 24 миллиметра. И сегодня я вам расскажу, почему каждый фотограф должен поснимать портреты на такое широкое фокусное расстояние. Поехали! За свою историю я успел поснимать на разные объективы — от ультрашироких до телевиков. И я уверен, для многих фокусное расстояние отличается только шириной угла. Тем, насколько далеко нужно отходить от модели, чтобы сфотографировать полноросный портрет. Снимая на 85 миллиметров, вам нужно отойти от портрета на несколько метров, в ту очередь, как какой-нибудь ширик. В 14 миллиметров позволит вам снять полноросный портрет в шаге от модели. Каждый фикс обладает своим углом обзора, а значит, определять крупность портрета мы будем перемещаясь в пространстве. Хотите более крупный портрет? Подходите к модели ближе. Именно поэтому многие начинающие фотографы предпочитают зум-объективы, так как они позволяют вместо того, чтобы работать ножками, бегать от модели взад-вперед, просто крутить кольцо зума и выбирать тот угол обзора, который будет соответствовать высоте человека. Но при этом многие упускают тот факт, что кадр, сделанный на 35 миллиметров с расстояния условного метра, и кадр, сделанный на 50 миллиметров, снятый с полутора метров, хоть и будут иметь одинаковую крупность портретируемого, но они будут отличаться в перспективе и объеме. И эта разница будет куда более заметна, если мы будем брать более отличающиеся фокусные расстояния. В данных примерах 24, 35, 85 миллиметров, все с дыркой 1.4. Они имеют абсолютно одинаковую крупность портрета, но выглядят кадры абсолютно по-разному. Что же их так сильно отличает? Какой физической величиной мы должны оперировать, чтобы более рационально подойти к съемке портрета? Расстояние между фотографом и портретируемым вот ключ к получению реалистичного кадра. Вы когда-нибудь во время съемки задумывались, на каком расстоянии от вас находится модель? Я говорю про физическую величину, которую вы можете измерить линейкой. Может быть метр, два или три. И вообще эта величина имеет хоть какое-то значение? Ну, конечно имеет, иначе бы я о ней не говорил, и вот почему. Представьте ситуацию, вы идете по улице и наблюдаете за окружением. Вы смотрите на деревья, дома, проезжающие машины, билборды, на людей. На протяжении многих лет наш мозг насыщается этими образами, зафиксированными с определенного расстояния. И, как правило, для каждого объекта эти расстояния константны. Горы на горизонте мы наблюдаем сотен метров. Большие здания с нескольких десятков. А если, гуляя по улице, мы встретим товарища и заведем разговор о том, почему все хейтят Никон, то в тет-а-тет-беседе расстояние между вами и собеседником будет не больше метра. На протяжении всей жизни эти расстояния впечатываются нам в мозг. Перспектива лица и расстояние между вами и человеком в соотношении с расстоянием между человеком и фоном становятся для нас каноничными. И что самое ключевое, для нас такая картинка становится реалистичной, так как она просто реальна. А фотография, в свою очередь, это обман. Это инструмент, который позволяет нам испытать ощущения и эмоции при наблюдении нереального. Когда мы смотрим на распечатку фотографии или на экран монитора, мы видим с вами плоскую картинку. Она не настоящая. Но мы в нее все равно верим, хоть и понимаем, что она нас вполне успешно обманывает. Какие булочки, уки-пуки-пуки. Один из факторов реализма — это перспектива, которую мы видим своими глазами в реальной жизни. И эта перспектива напрямую зависит от расстояния, с которого происходит съемка портрета. Расстояние между моделью и фотографом — вот ключ к реализму. И это то, что мы должны учитывать при выборе объективов. Вообще, каждое фокусное расстояние, которое мы с вами используем, предназначается условно для своих целей. Есть широкоугольные объективы для пейзажа, архитектуры. А есть телевики для спорта и фотоохоты. А есть класс портретных объективов. Для съемки портретов, разумеется. Они так и называются — портретники. Но это разделение не правило. Я ни в коем случае не говорю о том, что если вы снимаете спорт, то вы просто обязаны взять телеобъектив. В 2018 году я фотографировал чемпионат мира по футболу. И все матчи я снимал на фиксы. У меня было с собой два объектива. 85 мм f1.4 Art и 20 мм f1.4 Art. Я, конечно, мог взять, как все нормальные репортажные фотографы, зум-объектив какой-нибудь 70-200, 24-70 f2.8. И не париться. Просто нужные моменты зумировать до идеальной композиции. Но здесь прикол в том, что фикс все-таки с дыркой f1.4 дает более художественную картинку. Как ни крути. Это размытие заднего плана, это рисунок глубокие, это сама перспектива, которая рисуется на этих стеклах. Давайте назовем это пластикой. И только благодаря этой пластике съемки на открытый диафрагмент f1.4, постоянно их меняя, я получил такие интересные фотографии. Если мы говорим о репортажной фотографии, где непосредственно нужно фотографировать какое-то мероприятие, и нужно в определенный момент времени поймать момент, да, разумеется, лучше будет зум-объектив. Но если у вас в мероприятии не предвидится каких-то неожиданных моментов, и в принципе экшен постоянно повторяется, а я фотографировал эмоции болельщиков, они в принципе на протяжении всего матча повторяются, я был намного более свободен, и я выбирал 20 мм, 85 мм, я, конечно, их постоянно перецеплял, но это была цена за красивую картинку. Как я и говорил ранее, в фотографии вообще нет строгих правил, есть лишь стремление получить красивую картинку, построение которой основано на общих принципах красоты, гармонии и равновесия. Разделения на классы, типа ширик, телевик и портретник, нужны для начинающих фотографов, для того, чтобы понять, какой объектив стоит выбрать для достижения привычной и ожидаемой зрителям картинки, подобной нашему человеческому глазу, ведь у него тоже есть фокусное расстояние. Запомните, фокусное расстояние 44 мм. Это наша стартовая точка, приблизительно эквивалентное фокусное расстояние нашего восприятия, наше зрение, но, конечно же, будет глупо утверждать, что вот именно 44 мм видит наш глаз. Ведь наше зрение, оно хоть и схоже с фотокамерой, ну там, в плане светочувствительности и диафрагмы, и выдержки, но оно и кардинально отличается от фотографии своей стереоприродой, наличием периферийного зрения и других психологических и физиологических факторов, которые могут повлиять на восприятие. 44 мм — это что-то около того, что мы с вами видим своими глазами. И суть здесь в том, что если перед нами будет человек, с которым мы будем общаться тет-а-тет, мы будем находиться от него на расстоянии условного метра. И взяв в руки фулл-фрейм с надетым объективом 44 мм, мы сделаем кадр и получим объем, перспективу лица, соответствующую нашему реальному восприятию. Давайте закрепим у себя в голове, что этот условный метр для нас зафиксирован. Мы не можем уйти дальше или подойти ближе к объекту съемки, так как в любом случае это нарушит перспективу объекта съемки. Если вы будете уходить дальше, модель будет становиться площе, пропорционально удалению вас от нее. Посмотрите в ночное небо, на Луну. Она изначально объемная, это абсолютная сфера, но мы видим ее как плоский блин. Ответ кроется в пропорции ее размера и удаленности ее от нас. Глубина Луны, диаметр в данном случае 3500 км, пренебрежимо мал в сравнении с расстоянием между нами. Это пропорция 1 к 110. И вот эта единичка для нас, глубина Луны, просто теряется. Луна становится плоским блином. При съемке же реального портрета глубина головы модели равна 20 см. Плюс-минус. Это пятая часть нашего условного метра, на котором мы сами находимся в тет-а-тет-диалоге. Пропорция всего 1 к 5, и глубина головы уже различима. На фотографии мы чувствуем, что нос находится к нам ближе, чем к уши и шее. Мы начинаем видеть перспективу, и именно это придает портрету реализма. Попробуйте сделать в портретной съемке пропорцию, как с Луной, 1 к 110. Отойдите от модели на расстоянии 22 метров. Конечно же, вам понадобится супер телевик в 1600 мм с двукратным телеконвертером, чтобы сделать подобный крупный портрет. Модель будет ужасно плоской и непривычной, потому что мы никогда в реальной жизни не сталкивались с такой перспективой головы. Будут просто гигантские уши, маленький нос и маленький подбородок. Невооруженный глаз не способен увидеть такую перспективу в реальной жизни, потому что модель на расстоянии 22 метров читается общим силуэтом. Черты лица будут просто неразличимы. Условный метр. Вот наше рабочее расстояние, а не 22 метра. Ударимся во все тяжкие, нацепим 20 мм. Чтобы сделать крупный портрет, нам нужно ткнуть объектив в лицо модели. Ну, для начала, вы можете припомнить моменты, когда, обсуждая с подругой, почему все так любят Никон, вы практически касаетесь кончиками носов. За исключением каких-то более интимных моментов, конечно. Потому что видеть ужас искаженного перспективы лица не то удовольствие. Наш нейросетевой мозг просто не обучен на портретах, увиденных с расстояния 5 сантиметров. Он обучен на портретах, увиденных с расстояния условного метра. Поэтому тыкать объективом в моську не нужно. Надо быть на ключевом условном метре, который даст объем. А если вы хотите более крупный портрет, стойте на месте, не приближайтесь. Просто поменяйте объектив на большее фокусное расстояние. А вот на какое большее фокусное расстояние нужно поменять объектив, чтобы с расстояния метр сделать close-up портрет? Посмотрите на работы Тамары Вильямс. Она снимает на макро стекла на 100 мм, на 105 мм. И делает как раз close-up портреты ровно с расстояния плюс-минус метра. Это не 50 мм, это не даже 85 мм, это 105 мм. Это фокусное расстояние настолько узкие, что как раз с расстояния метра у нас получается close-up портрет. С такой перспективой лица, которую мы воспринимаем в реальной жизни своими глазами. Из ближайших каноничных объективов, приближенных к 44 мм, мы имеем 50-мм, более узкий, целенаправленный на портретируемого объектив, и 35-мм, наоборот, чуть более широкий, просторный, захватывающий периферию объектив, дающий более киношную картинку. Не по рисунку боке, нет, а по способности передачи перспективы. За счет большего информационного заполнения кадра. Многие фотографы для достижения лучшей интеграции модели в сцену используют именно 35 мм. Но портрет можно снять и на еще более широкие углы. И теперь главный вопрос. А почему я люблю 24 мм? А последнее время все чаще стал снимать и на 20 мм портреты. И это все потому, что я люблю снимать портреты малой крупности. Я хочу запечатлеть все тело модели, ее талию, ноги, булки, бубсы, шею, ключицы, бедра, ступни, кисти, рук. Но я не хочу отдаляться от модели, делая ее плоской, как блин. Я хочу видеть ее объемную, как будто она лежит рядом со мной. Я непосредственный участник этого представления. Я хочу, чтобы зритель ощутил себя рядом. Я должен, я просто обязан быть от модели на расстоянии условного метра. И широкий угол мне это позволяет сделать. Я практически не снимаю крупные портреты. Я не тыкаю объективом в лицо модели. Поэтому перспектива кадра реалистична и прекрасна. И именно поэтому я обожаю широкие углы. Даже ультраширокие, типа там 14 мм, могут себя раскрыть в полноросном портрете. Ведь чем шире угол, тем более информационно заполненным будет ваш кадр. Помимо перспективы модели мы играем и с перспективой пространства. Да, студии, апартаментов и природы. Ни один узкий объектив не позволит вам получить такие линейные перспективы, какие раскрываются на широкие углы. Информационная заполненность это один из потрясающих видов усиления объема, которое насыщает кадр деталями, но при этом усложняет работу фотографа. Ведь вам приходится более вдумчиво работать с композицией. Если вы сравните 20 и 85 мм объектив, то вы поразитесь, насколько сильно отличаются стили работы с этими стеклами. Все узкие углы супер просты с точки зрения постановки. Это объективы, прощающие вам ошибки. Вам не нужно работать с композицией и разноплановостью. Подавляющее большинство кадров на 85 мм — это простые портреты с размытым в молоко фоном. Я не говорю, что снимать такие портреты херобола. Нет, это потрясающие снимки, очень красивые и живые. Просто фотографы акцентируют себя на работе с образом, светом и эмоциями. А другие переменные как бы зафиксированы. Вы не сможете снять портрет с точки съемки снизу или сверху. У 85 мм есть узкий диапазон положения в пространстве. Как правило, положение камеры будет всегда находиться на уровне глаз модели. Неважно, куда вы выйдете — на улицу, на рынок, либо будете снимать в толпе людей, вы всегда получите размытый в молоко фон, и даже срач на улице скроется в рисунке боке. Широкие же углы намного сложнее. Они не имеют размытого в молоко фона. И, как следствие, они захватывают помимо портретируемого еще миллиард мелочей на фоне. На ширик простой центральный портрет, как на 85 мм, может быть интересным. Но не в этом его сила. Самое главное преимущество широких углов — в полной свободе передвижения фотографа в сцене. 85 мм подразумевает нахождение фотографа на одной высоте с моделью. А если это студийный портрет, то в большинстве случаев вы будете находиться вообще в одной точке в пространстве. Можно, не знаю, развалиться на кресле и нажимать на кнопочку спуска затвора, или поставить камеру на штатив и снимать сразу в макбук. Многие, кстати, так делают в каталожке, в рекламе. Ширик же развязывает вам ноги. Вы можете заходить в саму сцену, быть на расстоянии вытянутой руки от модели, быть над ней или под ней, тем самым открывая дополнительные области пространства, которые могут быть эстетичны. Вы можете обойти модель со спины, захватить в кадр кулисы, свет, интерьер и весь срач без проблем. Это придаст вашей серии вариативности, она просто будет иной. Широкий угол учит отрывать ваши глаза от видоискателя, потому что положение камеры, когда вы держите ее непосредственно у головы, очень сильно вас стесняет. Снимая не через видоискатель, мы можем опускать камеру вниз к животу, мы можем поднимать ее над головой, сам хват камеры меняется. Я не нажимаю на кнопку спуска затвора указательным пальцем, нет, большой палец падает на нее. Таким образом я получаю более мобильный, к скручиванию лучезапясный сустав. Я могу опустить камеру под себя, ниже уровня пояса, прямо к земле. Могу маневрировать вокруг модели, резко меняя ракурсы и уровни съемки. И именно так рождаются мои фотографии. На широкий угол вы получите уникальную и явную перспективу в теле модели. Вы будете видеть приближенные и удаленные части тела, которые на контрасте будут придавать кадру динамики. А дисторсия широкого угла, растяжение кадра по краям, в умелых руках будет играть положительную роль. Вы сможете удлинить ноги модели, сделать тело более стройным, без регистрации и смс. Именно поэтому я люблю широкие углы. Именно поэтому я снимаю на 20, на 24, на 35 миллиметров. Они позволяют получить фуллбази портрет с тет-а-тет дистанции, с невероятным информационным заполнением. Я очень надеюсь, что сегодняшняя лекция вас немножечко вдохновила, и вы все-таки не будете стесняться снимать на широкие углы и попытаетесь что-то поэкспериментировать. Обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Мне будет очень приятно. Ну а если вы хотите прокачать свои навыки фотографии, научиться снимать на широкие углы снизу, сверху, сбоку, изнутри и снаружи модели, то обязательно подписывайтесь на мой Boosty Patreon. Там вы найдете и уроки по обработке, и бэкстейджи с моих съемок. Все бэкстейджи, которые вы, кстати, сегодня видели, они будут находиться ровно на Boosty и Патреоне. Просматривая эти видео, я вас прошу, чтобы вы слушали, как я общаюсь с моделью, что я говорю, каким образом происходит генерация позы. Часто я сам вместо модели ложусь и говорю, на тебе камеру будешь фотографировать меня, запоминай, как надо позировать. В общем, там много интересного и полезного. Ну а что вы думаете вообще о съемке на 24 мм, на более широкие углы, именно в портретной фотографии, обязательно пишите в комментарии, тоже будет интересно почитать. Еще раз спасибо, что посмотрели. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok